Сотрудники СКР начали расследование обстоятельств дорожной аварии с участием высокопоставленного полицейского, в которой погибла женщина-пешеход. ДТП произошло сегодня утром в городе Горняков Кушево Свердловской области. Вот что рассказал случившимся начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. 18 ноября произошло ДТП с участием должностного лица УВД города Кушево. Подполковник полиции 1978 года рождения, без форменного обмундирования по пути на работу, находясь за рулем личного автомобиля Киа, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте на неосвещенном участке дороги в районе улиц Красноармейская и Майданово. От полученных травм женщина 1957 года рождения погибла на месте. Водитель освидетельствован медицинскими работниками. В его крови алкоголь не обнаружен. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение. Момент ДТП попал на видео, но, к сожалению, весьма низкого качества. Как сообщают кушевинские СМИ, погибшая 62-летняя Надежда, по другим данным Людмила Боярских, после выхода на пенсию работала гардеробщицей в поликлинике. Именно туда на работу она и спешилась сегодня около 8 часов утра. Место, где женщина переходила дорогу, Т-образный перекресток улиц Красноармейской и Майданово. Правила дорожного движения позволяют переходить проезжую часть по перекресткам, однако пешеходного перехода на этом участке действительно нет. Таким образом, и приоритета перед машинами у переходящих пешеходов также нет. За рулем черного спортивного автомобиля Kia Stinger GT находился 40-летний Максим Иванцов, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД города Кушва. По злой иронии судьбы, еще недавно Иванцов возглавлял городской отдел Государственной инспекции по безопасности дорожного движения. Пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к водителям транспортных средств, соблюдать скоростной режим, не нарушать правила дорожного движения. А также хочу обратиться к родителям детей о том, что они должны постоянно проверять своих детей и не допускать движения на велосипедах своих детей, не застигших 14-летнего возраста по дорогам общего пользования. Несмотря на зловещее название Stinger, что означает жало, этот автомобиль имеет высочайший рейтинг безопасности не только для его водителей и пассажиров, но и пешеходов, оказывающихся на его пути. Однако не в этом случае. Как сообщают родственники погибшей, от удара машиной у пенсионерки сорвало обувь и головной убор, а ее дамскую сумочку нашли аж в 15 метрах от места происшествия. Травмы, полученные боярских, медики квалифицировали как несовместимые с жизнью. Означает ли это, что полицейский двигался с превышением скорости, пока утверждает рано. В СКР заявили о назначении автотехнической экспертизы, для чего автомобиль, принявший участие в столкновении, с места ДТП увезли на автоэвакуаторе, хотя он и остался на ходу.